здравствуйте михаил и светлана и вы друзья тоже здравствуйте меня зовут максим подписан на ваш канал уже года два и много интересного узнал о тестировании п.о. и о жизни в целом о семье работе о любви и так далее спасибо вам за то что вы делаете может вы со светланой поможете нам в таком рядовом наверное случае отношений суть вот в чем я встречаюсь с девушкой уже года три три года но вместе мы не жили последние месяца два-три мы искали квартиру чтобы вместе жить и наконец-то нашли ее но как только начали жить вместе то начались почти каждодневные ссоры и разборы полетов я понимаю что надо притеряться друг другу найти общий язык в отношении быта и жизни вместе но такое чувство что ссоры становятся все сильнее и сильнее мы и раньше ругались по поводу того что редко видимся обиделись мы по выходным но это было из-за того что мы не жили вместе я думал что когда мы будем уже все время вместе то споры по улягут но видимо ошибался чтобы вы понимали я более открытый человек чем она и мне хочется общения тем более что я вырос большой семье с двумя братьями относительно больших до жили мы маленьком городе в частном доме с хозяйством можно сказать по деревенски а она наоборот единственная дочь в семье не общительная скромная городская я каждый день общаюсь с родителями по скайпу они живут другом городе стараюсь ездить раз неделю в гости к брату и его дочке навещать их они недалеко живут от меня я просто привык к общению семьей и не хочу терять связь с ними у нее не так как у меня она редко общается с родителями хотя тоже любит но общение есть ними надо меньше чем мне это кстати наверное один из главных поводов для ссор у нас часто мне кажется она ревнует моим родителям и брату мысли о том что мы разные и не подходим друг другу я стараюсь отбрасывать потому что люблю ее хотя несколько раз дело доходило до разрыва отношений может быть это все из-за того что мне уже 30 а и 27 она неоднократно говорила мне про то что уже возраст и надо жениться я не знаю но детей она пока не хочет потому что вся в работе и пользуясь случаем хочу попросить вас поздравить нас с годовщиной наших отношений 15 апреля друзья у нас как раз вот но у меня сейчас 14 там на исходе а там уже так надо понимать что 15 ну и пока видео подвиснет уже как раз будет 15 поэтому значит попросить вас поздравить нас с годовщиной наших отношений ну надо сказать это практически первый раз у нас такая просьба я не не хотел бы чтоб народ злоупотреблял но в общем раз такая просьба так мы пожалуйста мы сейчас поздравим значит максима и тому а еще правильнее тома тому и максима значит мы поздравим с годовщиной видимо третьей годовщиной отношений вот значит что я хочу сказать по поводу то что там всего остального максим если тома вам неоднократно говорила что время такое и надо бы замуж выходить пора так я думаю что вы как бы должны ей довериться в этом смысле то есть это действительно что то такое что ее напрягает то есть можно конечно игнорировать человека что он говорит но в общем-то напрягает конечно когда тебя игнорируют что еще сказать это очень сложная область я вообще когда столкнулся с институтом бойфрендство вот это вот этого не было в наше время вот так как вы допустим в америке сможешь там живут люди вместе годами там бойфренды бойфренд герлфренд значит сюда сюда а потом значит я смотрю один за другим ну то есть массово смотришь люди пять лет семь лет жили вместе бойфренд герлфренд поженились прошел год разошлись как же так вот чем они жили вместе в отличие от вашей ситуации когда вы встречались там по выходным так эти просто жили вместе 5-7 лет и вроде нормально все да а тут уже поженились казалось бы уже столько лет уже вроде все и потом раз через год разошлись это сложная материя я я только к этому говорю не к тому что вам надо разбегаться или вам надо что-то делать я не я не знаю честно это это абсолютно абсолютно невозможно сказать не знаю людей вот так близко да и даже знаю близко но я хочу сказать что это сложная сложная материя и если у вас есть любовь это это дорогого стоит люди притираются поймать эту тонкость я-то вот женился мне было 19 свете 18 мы у нас не было притирки мы мы были такие молодые гибкие мы раз и вот и все и мы вместе против мы его как как единое целое а вы уже люди такие постарше чем старше человек тем сложнее ему притереться и как-то вот так вот понимаете привыкнуть к тому что у другого человека есть какой-то вот интерес там я не знаю родственники там еще что-то поэтому это процесс конечно это процесс если вы говорите себе мы вместе мы вместе навсегда если вы вместе навсегда я ее люблю я лично удивлен почему вы не женаты но вот вот странно после трех лет а почему вы не женаты это для девушки это выглядит как нежелание молодого человека взять на себя какие-то обязательства можете сказать что это там печать в паспорте ничего не меняет печать в паспорте меняет отношение человека к человеку отношения обязательства commitment вот вот это вот очень много меня тем более что вам уже сказали не раз да значит поэтому если вы видите мы мы семья мы вместе значит вы вместе решает все вопросы у вас все получится если вы видите я не знаю если не решится будто разбежимся нафиг вы точно разбежитесь нафиг вот вот все упирается вот в этот момент либо вы говорите мы семья мы вместе мы все проблемы вместе решаем либо вы говорите если не удается решить мы расходимся все в этот момент вы разошлись вот такая вот интересная фишка с моей с моей сугубо личной точки зрения вы спрашивали меня и светлану я могу сказать что мы в этом плане со светланой очень одинаково видим мир мы мы обсуждали эти темы неоднократный ну и друг друга мы вот у нас на ю тубе когда мы на темы семейные разговариваем вот это вот вот это пороговая штука или мы семья и мы все решаем в рамках семьи и у нас все получается либо мы не поймешь чего и и тогда мы разбежимся независимо ни от чего вот такая такая вещь в общем я вам желаю преодолеть все эти проблемы это характерно для людей когда которые постарше безусловно им сложнее притереться адаптироваться и вот вот все это делать но я думаю что если вот такой интерес и такие чувства и все такое значит все должно получиться но так и делайте что-то если вам говорит девушка услышьте ее это же очень важно услышать счастливо и еще раз поздравляем значит молодых людей услышишь еслиocr fiancé у